здравствуйте дорогие товарищи вас приветствует канал сережкин кот всем привет у меня сегодня счастливый день к нам приехала машина ура товарищи сегодня мы получили эту прекрасную миниатюрную стиральную машину огромное спасибо нашему другу михаилу который организовал доставку из москвы до черногории через закрытые коронавирусом границы во сколько нам обошлась доставка стоимость машина а также что дополнительно нам пришлось докупить для ее установки я расскажу в конце этого видео а сейчас я вам расскажу о ее габаритах характеристиках этой чудо техники высота 60 глубина 30 сантиметров и ширина 55 сантиметров при таких скромных размерах она может постирать 3 килограмма белья максимальная скорость отжима 700 оборотов в минуту потребляет она электроэнергии пол киловатта в час максимальная потребляемая мощность полтора киловатта и воды уходит за цикл 36 литров если мы не будем как сейчас подключены к береговому электричеству то мы можем использовать наш бензиновый электрогенератор напомню что у нас а лодка яхта бене ту океане скрипер 473 называется она white lady ту метрической системе длина чуть более 14 метров и ширина 430 это вроде бы и много но даже мы не сразу решили куда ее можно установить были предложения установить ее на деку овощного ящика рядом с холодильником но мы тут немножко не помещались по габаритам то есть вот расстояние здесь у меня 50 55 впритык даже 54 сантиметра 54 сантиметра и все равно дверь холодильника уже не откроется полностью не хотели портить интерьер и была еще такая идея установить стиральную машинку в ящик для белья в одной из кают в кормовой каюте ящики у нас маленькие как видим всего 45 сантиметров у носовой у нас размеры 60 64 будем считать что 60 мы помещаем под эти размеры тем более что двери будут скрывать стиральную машину и будет сохранен фасад лодки и и мы решили установить стиральную машину нашу правом рундуке кокпита начинаем прибираться в рундуке помните я в кунате покрасил аварийный румпель красить краской стоит она 43 куны кто в курсе у кого есть какие-то сомнения по этой краске пишите в комментарии но все равно где-то захватался ржавчины чутка немного конечно но она есть сейчас мы побрызгаем чтобы сделать красиво чисто потому что здесь у нас будет новенькая стиральная машина добрались до аварийного плота не знаю сколько он весит сколько может весить сам плот и плюс тушенка всякие ништяки давайте попробуем сдвинуть если нашел табличку на разных языках на английском но немецком французском и испанском здесь по моему указаны цвета гелькоута если я ошибаюсь поправьте меня там банки с тушенкой надо проверить не такую штуку вот тут ручки есть удобно выбросить море невозможно бронет так быстро и не вытащишь рука ну да да ну килограммов наверно 20 весь однозначно не кажется вообще шикардос более классов нравится супер вместо вот этой штуки теперь у нас там вдоль же все равно никто не стирает ну да вышел постирал на солнышко красота класс вообще осталось подключить ну да там утонечка преимущество большой лодки внутри ничего не помещается только преимущество да не надо брандер щиты вот здесь разместить и вот кронштейны они для брандер щитов или просторечий берег хватает нормально помещается ромбе аварийный уходит до туда как раз надо его как-то тоже разместить или же положить какой-то другой рундук но хотелось бы конечно его здесь оставить не из криминала ну может быть вот эти подтеки неизвестно возможно они просто здесь от конденсата но я их раскручу и промажу сикофлексом дальше заходим в это отделение рундука здесь она техническая здесь все чистенько без каких-либо нареканий это компас вот это вот крепление это крепление влага так но вот это вот мне ножка не нравится вот это место сейчас вам покажу вот здесь у нас цепь она немножко имеет патину ржавчины хотя она должна быть нержавеющие замок сейчас я побрызгаю преобразователем ржавчины и потом смажу все все детали узлы уже графитовой смазкой тросы молоденькие хорошие уходит туда смотрите какая интересно интересно наблюдение сейчас мы залазим с вами в отсек для штуртросов и вот смотрите какая интересная вещь вот это вот станина вот это она сделана по моему из черного металла не знаю почему так но вот она вся ржавая очищу тоже преобразовательного ржавчины смажу самое интересное если вы скажете какого фига это наверно какой-то самодел кто-то самые сварил и сделал такую вещь я вам скажу нет потому что здесь есть шильдик вот такой шильдик даже под номером своим сфотографировал не он имеет как бы какую-то гарантию но почему сделали из-за этого из такого материала это все я не знаю сейчас я эту ржавчину окалину очищу попробую примагнитить ее собрать на неодевый магнит он небольшой компас думаю ничего страшного не будет от этого соберу очищу обрезка преобразователем ржавчины преобразователь ржавчины я использую вот такой вот вот такой вот штука стоит это у нас здесь 2274 почти 23 евро но принципе эффективно во всяком случае от ржавеющих болгарских пятен избавились и вот смотрите даже здесь брызгал вот она просто стирается то есть сейчас тряпочку беру все будет хорошо да еще сика флекс тут уберу он уже крошится и заменил на новый вот взял и воде от винта есть он не будет влиять на компас и вот таким образом я убираю окалину собираю магнит вот он прилипает единственное я бы наверно делал это все с пакетом полиэтиленовым то есть я делал бы на эту магнит пакет а потом вы просто снял пакет вместе вот с этой окалиной но в принципе можно и так тем более что это все можно выбросить за борт потому что это все сгниет буквально за какие-то месяца в итоге я получил такое количество окалины на вес где-то грамм 300 наверное очистил этим магнитом вот это вот планочку вот такая чистенькая сейчас смотрится обдам преобразователь ржавчины и будет вообще нормально реакция со ржавчиной достаточно агрессивная там просто невозможно находиться в этом таки мою все вот этим диммером средство для мытья тентов короб сейчас промою смонтировал вниз чуть ниже поставил чем было вот это штатное отверстие вот это штатное отверстие который был раньше а я его чуть-чуть сделан ниже ну правда логичнее приемки загерметизировал болты чтобы сюда больше не залазить сделано сика flex насадил у них думаю что будет все герметично хоть хотя в принципе то там они держат ролик все чистенько более-менее все промыто сейчас будем делать основное каркас для для кронштейна из фанеры для нашей стиральной машины брусок взяли 50 на 50 сейчас мы отмерим по размеру потом окрасим чтобы он не портился приступаем и так получился вот такой каркас сейчас мы очень закрепили здесь решил сделать четверть и здесь сделал фаску для того чтобы засунуть сюда панель чтобы можно было если что снять не разбирая вот этого каркаса купили фанеру влагостойкую ламинированную это она скорее всего применяется для опалубки для яхтинга будет самый раз обошлась такая фанера в 30 евро размеры 1250 надо два с половиной обычный размер каркас почти высох вот там вот он лежит крепил вот такой каркас края где идет соприкосновение сразу смазал герметиком чтобы не было вибрации ну и дальше сейчас вырезаю вот эту основную деку вот все пространство небольшой лайфхак если вы монтируете трубы и обнаружили что у вас вот эти вот такие вот штучки крепления сломаны оказались сегодня воскресенье и все магазины закрыты вы можете спокойно перевернуть вот так вот перевернуть и взять по длине и болтики прикрепить туда уже гибкую стяжку вот например вот например обычное использование этого крепления видите здесь есть еще ушки здесь необычное использование то есть ушек уже нет просто взял по длине и саморез и прикрепил на штатное место закрепил кран здесь с душа и стиральную машину далее слив сделал шланг который идет со всех рундуков и сейчас будем подключать все это дело машинка здесь сначала пробный помыть руки все хозяйство туда идет еще потом охватах соберу первую стартожность до подключил ну и дальше пошел вон смотри сколько порошочками экономно очень да да заходи смотреть но решили сразу же посмотрим еще как вибрировать будет или может надо было пустую просто пустите ничего без порошка без ничего чего стиралку мять давай хлопок уж на фоне каната сразу понятно что на ехте старта старт давай тогда замок закрылся Вода-то открыта? Открыта. Слышишь, булькает. Набирается. Чудеса. Ура. Что, ура? Ещё да. Ещё сейчас как вибрирует начнёт. О, смотри, вода. Ну, это когда отжимать будет. Помпа, смотри, заработала. А чутка совсем произвела. Я хоть в том рундуке прибрался, прикинь, все эти шланги. Там хаос такой был. Сейчас ещё в этом блоке прибираться. Надо ещё поднять их там. Во. Слушай, вообще чутка, да, водички-то? Поначалу. Не, она потихоньку будет набирать. Не, она должна набрать, чтобы чуть-чуть вот над ней её видно должно быть, по идее. Там вот где-то на краешке стекла. Пошёл слив. Сейчас ждём поджим. О, разгоняется. Разгоняется? Разгоняется? О, течёт ручей. Бежит ручей. И я ничья. Да? Подрагивает. Подрагивает. А ты какой отжим поставила? А? Какой отжим поставила? А там нету. Максимально? Или нету там, да? Да, убедитель. Просто отжим и всё, да? Нет, там же программа пришла. Хочу вам показать на примере этого бокала с вином, как идёт отжим на этой машине. Ага, прикольно так. Первая стирка. Ух, упала. Кстати, сухнет бельё на редкость быстро. Даже при такой прохладной погоде, как сегодня, моя одежда высохла после отжима гораздо быстрее, нежели чем мы это стирали руками. Всё, друзья. Всё. В х dej Spin Quit 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 failing. Продолжение следует...